Ульяновская правда Еженедельник Народная газета выяснил, как назвать ребенка, чтобы он стал успешным. Всеми любимые британские ученые сообщили, что теперь известно, какие имена способны сделать своего обладателя богатым и знаменитым. Эксперты проанализировали списки из 20 тысяч имен музыкантов, спортсменов, кинозвезд и других культурных и научных деятелей. В итоге среди иностранных имен лидеры выбились Кейт, Джон, Анна, Майкл, Элизабет, Мэри, Уильям, Роберт, Джонатан и Маргарет. О счастливых обладателях русских имен рассказал астролог и нумеролог Елена Кузнецова. Она считает, что статистика это, конечно, хорошо, но важно, чтобы имя сочеталось с датой рождения. Например, девушки с именем Алла могут стать настоящими звездами или лидерами. Подтверждает это Примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Среди мужчин много добиваются обладатели с именем Денис. Их можно отнести к людям солнца. Среди звезд с этим именем всем известны Денис Майданов и пианист-виртуоз Денис Мацуев. Имя Полина дает большую внутреннюю энергию ее носительницам. Эти люди родились философами, их душа глубока. Имя Валерия имеет сильнейшее творческое начало, ей покровительствует Меркурий. Наверное, поэтому певица Валерия взяла себе именно это имя. Хотя при рождении была названа Аллой. То есть она все равно была обречена на звездное будущее. Мужчины с именами Александр или Виктор победители Артур и Ярослав сильные и мощные. Ваш покорный слуга Антон обладает интересующейся любознательной натурой и пытливым умом. Однако не стоит забывать, что с латинского корень Анта, который образует имя Антон, означает конфликтующий и вступающий в бой. К региональным журналам единственный в Ульяновской области детско-юношеский журнал «Симбек» празднует свой 25-летний юбилей. Ежемесячное чтиво для мальчиков и девочек нашего региона уже четверть века радует сказками, загадками, историями о родном крае, шарадами и головоломками, раскрасками и шаблонами для оригами и многим-многим другим. В честь юбилея журнал получает поздравления от маленьких читателей и их родителей. О тайных грибов рассказывает рубрика «Жизнь растений». Важно помнить и уметь отличать съедобные и несъедобные грибы. Подосиновик, сыроежка, лисички, белый гриб, рыжик можно собирать спокойно и готовить из них вкусные блюда. А вот мухомор или поганку лучше обходить за версту стороной. Рубрика «Природа слова» рассказывает о фразеологизмах, а ларчик просто открывался. Это выражение о том, что казалось сложным, а на деле было совершенно простым. А также дело в шляпе. Данный фразеологизм означает, что все хорошо, все в порядке. Об успешном завершении или исходе чего-либо. Рубрика «Обо всем» понемногу рассказывает о птицах. К примеру, сорока считается одной из самых умных птиц. Своё гнездо эта птица всегда обустраивает входом на юг, чтобы в нем было тепло. А знали ли вы, что взрослая деревенская ласточка весит всего 20 граммов? Или что гнездо ласточки может быть домом не только для нее, но и для других птиц? Это факты. На следующей неделе начнется осень. По этому поводу рубрика «Волшебный сундучок» вспомнила приметы последнего летнего месяца августа и первого осеннего месяца сентября. А также посоветовала, что нужно обязательно сделать в начале осени, к примеру, дочитать до конца любимую книгу. В заключении, Симбик предлагает найти 10 отличий в веселом аквариуме. В четвертом номере литературно-художественного и культурно-просветительского журнала «Симбирск» освещаются события первого литературного музыкального фестиваля имени Татьяны Эхман. 18 июля 2021 года в парке поселка Корсун развернулись праздничные мероприятия. Татьяна Эхман – ульяновская поэтесса, член Союзов писателей-журналистов России, лауреат поэтической премии имени Николая Благова. 19 июля этого года ей могло бы исполниться 65 лет. В дне фестиваля коллеги по Перу посетили могилу Татьяны Александровны и возложили цветы. Свежа утрата, сложно пока осознать, что ее теперь нет с нами. Эхман многие годы бессменно руководила литературным объединением «Родники» при газете «Корсунский вестник», помогала состояться многим талантливым землякам. Татьяна Эхман – наша совесть, наша душа, наше общее добро и объединяющая всех чувства родины, родства и дружбы. Она – пример мужества и силы, скромности и ответственности. Журнал продолжает публиковать главы из «Сказания земли Симбирской» поэта-прозаика и драматурга Николая Полотнянко. Сказы про директора народных училищ, про Московский тракт, про Камергера Поливанова, про юного Владимира Ульянова, про Барыш, про начало 20 века, про Романовский мост, про первый Симбирский паровоз, про голос по Божье, про Ашказия Пластова, про полевой одуванчик, про журавля в небе, про народное счастье и многое-многое-многое другое, увлекать путешествия исторического прошлого. На первой цветной вкладке журнальный вернисаж из иллюстрации картин Бориса Клевогина. Здесь и окно в чулане, и букеты, и венок, и травы, и счеты, и морские раковины, и натюрмот с якорем, и букет с эти вали, и натюрмот с белой вазой, а также портреты родных Даши, Еленка и Дима. Материал Нины Никифораки «Живописная рапсодия» художника Клевогина рассказывает об интересном творческом пути живописца. К национальным изданиям газета «Канаж» сообщает о культурном обмене. Делегация Ульяновской области побывала в гостях в соседней Солнечной республике Чувашия. Цель поездки – побывать и познакомиться с жизнью и бытом Чуваш Ядренского района, а также лицезреть уникальные местные музеи. Дорогих путешественников тепло встретили в Ядренском художественно-краеведческом и Верхнеатчикском этнографическом музеи. Музей натурального хозяйства Чувашского крестьянина по-своему уникален. Таких культурных объектов в России больше нет. «Нас не только тепло встретили, но и одарили подарками», – сказала землячка Нина Назарова. Местный талантливый художник Михаил Разумов вручил нам свою картину. Мы тоже в стороне не остались, оставили буклеты и книги, написанные о Симбирском Ульяновском крае. Газеты «Елгат» на мордовском языке делятся интереснейшими рецептами для домашнего консервирования. Конец лета – это пора активного сбора урожая со своих дачных участков для большинства горожан. Рубрика «Кулинария» подобрала рецепты ассорти из помидоров и огурцов, ассорти из огурцов с овощами и кабачков в томатном соусе. Районные издания на этой неделе отдыхают, поэтому перейду к спортивным новостям, которые предлагает еженедельник чемпион. Наш с вами любимый спецкор Александр Агапов восторженно рассказывает о том, что на ближайшем юниорском первенстве мира по гонкам на лыжероллерах выступит спортсмен Ульяновской области, 19-летний Алексей Дронин, включенный в состав сборной России. Воспитанник Корсунской школы лыжных гонок прошел отбор по итогам недавнего первенства страны, которая завершилась в деревне Кавголова Ленинградской области. Свой лучший результат Алексей показал спринтинг на 200 метров дистанции, на которой официально соревнуются только в лыжероллерных гонках. Местом проведения стала площадка на территории известного курорта Охта-парк. Алексей – воспитанник Алексея Сергеевича Брындина, вместе с которым он уже второй год готовится к соревнованиям. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах улправда.ру и медиа-73. Районные газеты доступны по подписке городских газет и журналов. Можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего всхода информационных грядок через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова